К слову об обращении к врачам. Выбирать между государственной и частной клиникой сегодня может любой житель города в Молдове. На данный момент закон не обязывает застрахованных пациентов привязываться к поликлинике по месту жительства. Каждый человек вправе сам выбирать своего семейного врача. Однако, стоит ли переходить из государственной клиники и где больше плюсов или минусов, Сергею Сручану рассказали сами врачи и пациенты. Частные клиники манят современным оборудованием и обещают пациентам особый уход. И в государственных, конечно, признают, что по этому пункту проигрывают. Их палаты далеки от идеала. Недостаточный уровень государственных учреждений. Чисто таких гигиенических, санитарных условий, которым сейчас уже хочет и стремиться общество. Особенно мамы с детьми, которым хочется отдельную кровать, хочется условий немножечко других. Но я думаю, при хорошем финансировании, при финансировании не по остаточному принципу, в этом отношении сравнялись бы. С другой стороны, частные клиники предлагают по той же страховке гораздо более комфортные условия, вплоть до новых цифровых технологий. Результаты анализов пациенты могут получить и по электронной почте. Вы видите, что у нас у каждого врача, у медсестры есть компьютер, у нас работает информационная система, доктор Эликс, которая у нас ведет запись, ведется медицинская карта электронная и так далее. Остаются все в компьютере, все анализы. Я могу любого пациента по компьютеру увидеть анализы за прошлый год, за послопрошлый год, эти текущие анализы сравнить и так далее. В частных клиниках пациент может всегда пройти без очереди обследования у любого специалиста, уверяют там. Загруженность врачей в государственных больницах признают и сами доктора. Во-первых, нет очереди. Во-вторых, могут записаться по телефону. В-третьих, все анализы, если записан пациент, он сегодня может сдать все анализы и сегодня пройти и специалистов. Нет очереди к специалистам, нет очереди на обслуживание у специалистов или же, например, пройти какую-то аппаратуру, ультразвуковую аппаратуру, электрокардиограмму и так далее. Если где-то ведут доктор 10-15 пациентов, то в частной клинике это 1-2 пациента. И, естественно, количество уделяемого внимания совершенно другое. Однако это не обязательно минус, уверяют в государственных клиниках. Врачи, которые работают 24 часа в сутки с различными заболеваниями, как правило. И я не хочу спорить с опытом накопленным, но сами понимаете, количество осмотренных больных – это всегда сказывается на опыте врача. Безусловно, услуги вне страхового полиса в государственной больнице обойдутся дешевле. Но люди говорят, что кто владеет клиникой – неважно, ведь лечат люди. Я выбираю государственные учреждения, так как это для меня намного удобней. В частных клиниках работают те же врачи, что и в государственных медицинских учреждениях. Я доверяю государственным, я доверяю частным, потому что они и те же врачи, что работают в государственных, что работают и в частных. Они просто отрабатывают там другие часы. А никаким не доверяю. Лечимся самостоятельно. Обладателям медицинских полисов дается возможность раз в год выбирать своего семейного врача. Ежегодно в августе можно подать заявление в клинику, в которой пациент хочет обслуживаться. Продолжение следует...